Добрый день, с вами компания Печеномир. Сегодня мы приехали к Алексею Ткаченко на объект Вот в таком красивом доме Алексей сейчас строит печи. Поговорим о его работах, Алексей нам расскажет, поделится, я думаю, что секретами. Да, очень просто-запросто. Здравствуйте всем! Я очень рад, что ко мне приехал Бахаев Максим Николаевич. Буду рассказывать о своих работах. Так, ну все, пойдемте в дом. В этом доме Алексей делает сейчас как раз банную печку. Сделал, да? Банную печку сделали. Отопительную. И камина-печь. Камина-печь будет. Многофункциональная. То есть здесь видно, что масштабность, так скажем, проекта грандиозная. Серьезная. И сам дом такой строится, мощный. Сибирский или как это можно назвать-то? Ну, вообще это архангельский сруб вообще называют. Кто-то канадский, но вообще это в архангельске зародилось у нас. Вот это вот. Ну я с Сашей разговаривал. То есть здесь мне больше всего нравятся вот эти перерубы, которые он делает. Здесь нигде нет ни болтов, ни стяжек никаких. То есть это все. Каждое бревно входит друг в друга в замок плотный. То есть вообще ни гвоздей, никаких креплений нет? Нет. То есть все за счет замков? Все за счет замков. И замки эти плавающие. Они сделаны на усадку всего дома. Так, ну что, перейдем, наверное, к печам. Пойдем. То есть вот банная печь, которую Алексей выполнял вместе с Дмитрием, да? Да, вместе с Дмитрием, Алешином. Так, Дмитрий, он у нас стоит за кадром. Да, Дмитрий Алешин тоже хороший специалист, но больше специализируется, как я его знаю. Это чистка печей, дымоходов. Да, и кстати, одно немаловажное. Вы все учились у нас, да? Да. Дима. Дима, я помню по видео, он где-то появлялся, и Алексей. Ладно, об этом можно позже поговорить. В общем, Лех, расскажи про печку, то есть задумку, какие задачи ставились перед клиентом, то есть клиентом перед тобой. И все ли довольны, то есть все ли получилось? Когда мы встретились первый раз с заказчиком, с его слов он объяснял, говорит, мне нужна качественная окладка, это первым делом. Во-вторых, чтобы был полезен пар в парилке. И с этого у нас начался диалог с ним. То есть мы очень долго об этом разговаривали, и он сказал, что к нему приезжало около 10 печников. То есть он с одним не сошелся. То есть он видел их работы. То есть ты был 11-м, который его... Ну, может 11-м, может 12-м. То есть он сказал, что было около 10 печников. Потом, как мы сошлись с ним, прежде чем я начал строить эту печь, он приезжал на наши объекты, когда мы работали с Валентиновичем. Он был на всех объектах. И причем он приезжал туда и наблюдал. Он видел, как я кладу кирпич, как обрабатываю его, как вообще все идет. То есть он вообще полностью в наш процесс как бы залазил. Он такой человек, то, что ему надо, он хотел получить. Ну и когда мы приехали сюда на объект, было решение такое, он говорит, мне не нужно просто прямо и параллельно там положить вкладку этот кирпич. Я хочу что-то такое красивое. Можно, то есть было в дикий камень, можно было в скалу сделать, можно в окатыш, можно со снятыми фасками, можно было с брошированием ее сделать. То есть эти рисунки его не устраивали. И он говорит, мне нужно что-то в таком римском стиле это исполнить, чтобы это как бы... То есть дом массивный очень, да, и он вроде когда вовнутрь заходишь, да, он как бы такой старым, да, как будто как бы издается. И он говорит, мне хочется, чтобы было как бы состаренный кирпич такой. Как раз использовался вот такой кирпич, но вы брали лицевую сторону, правильно? Да, нет, бралась вот эта лицевая часть, вот эта, вот эти грани, шлифовалась и уже скалывали. Уже скалывали, да. Ну и еще плюс происходила, соответственно, калибровка, да. Все вот эти швы, если вот здесь вот камера передает, они достаточно широкие. Но на самом деле они 3 миллиметра все. Почему они так выглядят? Потому что из-за сколов, из-за сколов. Но здесь везде ровно 3 миллиметра. То есть это кладочная сетка, которая идет у нас 1,8, да, ну и раствор. Получается ровно 3 миллиметра каждый кирпич, то есть что Дима ложил, что я ложил. То есть я проверял, он уклался вкладку до звона. То есть пока кирпич не дозвенит, чтобы это было крепче. И потом происходила фруктировка, ну, с наружной стороны. Здесь тоже, да, подсветка получилась? Да, здесь подсветка, пульт где-то там. Еще сверху, да? Да, еще сверху там. На самом деле здесь идея какая. Вот здесь у нас не доработали с заказчиком. То есть вот здесь начали выпиливать. Потом он остановился, у него другая работа была. То есть вот эта часть бревна еще убрать сантиметров на 6, туда вовнутрь углубиться. Мне нужно доделать вот эти вот башни вот сюда. Сюда мы хотим поставить кованых рыцарей. Кованых таких, ну, каких-нибудь таких выбрать. В башне, да, чтобы их видно было, да, они подсвечивались. Ну, типа как охрана. Ну и здесь голову льва, такого тоже кованого хотим поставить. Потом, когда здесь закончится вот эта шлифовка древесины, кругляка вот этого, почему сейчас пыльно, печь не доделанная. Почему? Она будет у нас краситься грунтовкой и будет наноситься колор. Так, а вот здесь задвижку вижу, да, на дым. И для чего вот это? Вот эта задвижка, печь стоит на шансах. На шансах. То есть мы зайдем в парильное отделение, вы там это все увидите. Это задвижка перекрывает. То есть это воздух внутри парилки, тяжелый воздух, тяжелый пар. Он опускается, задвижку открываешь и печь его прокачивает. Плюс свежий воздух у нас сделано здесь. Ну, вы сейчас не увидите здесь вход. И вот здесь, там есть входы. Она заходит сюда и в парилку, свежий воздух. То есть это все прокачивает печь. Циркуляцию. И в трубу вышел, да. То есть вот так. Ну и можете топку также заснять. Топка сделана также с катализатором. То есть два бойпаса, один и перекрыл, чтобы короткое плечо там не перенагревалось. Оно нагревается очень сильно. То есть как бы этого сейчас не нужно, так как люди не парятся. Кирпич покрытый полностью жидким стеклом. То есть он блеск вот тогда дает? Да, да, да. Ну, это я уже покрывал на второй раз. Почему? Когда мы ее сильно топили. Вот специально я ее сильно топил, чтобы посмотреть на теплоемкость. Потом на крепость печи. То есть мы с заказчиком разговаривали. Давай, Александр, зарвем эту печь. Ну, давай, зарвем. Я говорю, ну, максимум я здесь же все равно. Если что, переделаем. Ну, хотя я был уверен, что этого не произойдет. В итоге что произошло? Вот этот шамот, он сейчас такой сероватого цвета. Он был розовым весь полностью. Именно когда нагрели, да? Когда нагрели, он был розовым. Ванна была красная. Шамот был розовым. Потом с шамотного кирпича начали выступать вот такие капли. Прям как слитки такие. Это выходило жидкое стекло. И оно вот здесь вот такими, оно уж падало. Вот здесь вот мы собирали. И, то есть, когда прекратили топку, ну, где-то с месяца назад я еще раз промазал жидким стеклом. А на чем он собирает шамот? Ну, то есть, какой раствор используешь, что увижу, что очень, ну, тоненькие такие. Это все собиралось на геркулес. На геркулесе? Да, я добавлял еще немного песка туда. Ну, то есть, достаточно жидкий, да, чтобы он налег? Вот сколько тут? Миллиметр-два? Да здесь лимонь. Ну, я еще его, почему же, я шамот когда брал, он тоже недостаточно ровный. Если его ставить друг на друга, он получается вот так вот будет. То есть, тоже калибровали? Да, 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 я тоже калибровали его, ну, и загоняли в тонкие швы. Сейчас, на самом деле, они шире, эти швы, когда топка была только собрана, их практически не видно было. Так, ну, все, пойдемте дальше, посмотрим печку. Саму печь, да, это, будем говорить, как банный портал. Да, да, да. Так, ну, вот мы сейчас находимся в парильном помещении, как раз сам массив печи основной находится здесь. Каменка, ну, здесь, наверное, Алексей, как раз включайся, тебе как раз все равно виднее, сильнее он. Да, ну, объясняю, по банной печи, это, если мы встаем отсюда, это правое плечо, то есть, вот это вот, вот это правое плечо, это левое плечо, это щиток тепловой. То есть, это каменка у нас здесь, по просьбе заказчика, мы поставили котел, он обогревает 700 литров воды, то есть, он ее использовать будет. Это сейчас вот эти трубы, все они временно стоят, вот эти шланги, там трубы. То есть, так как еще дом не утеплен, вот эта печь обогревает пока весь дом. То есть, если в среднем взять кирпич нагретый, один кирпич нагретый до 70 градусов, он дает 40 ватт. То есть, если посчитать всю теплоемкость этой печи, допустим, сюда ушло, сюда ушло 1250, по-моему, кирпичей, не считая трубы. А вот здесь, смотри, сейчас сразу, если от пола пойти, то есть, это шансы, да? Да, вот это. Как я понял, пол будет основной до сюда начинаться. Да, мы сейчас, я объясню, Максим, смотри, на шансы, почему поставили? Также создать климат в парильном отделении. Вот здесь у нас пойдут вот так вот бруски, то есть, из десятки. То есть, мы создадим каналы, вот так вот они у нас вот лягут в парильном отделении. На потолке мы сделаем точно так же, только три канала по 25, то есть, положим дюймовку. То есть, мы сейчас, вот видишь, оно началось уже, вот это вот. Также наклеим бумагой, либо картоном. Потом пойдет рейки уже вот так вот, вот эти вот. И будет это в три ряда, картон, бумага. Так, а вот откуда, смотри, давай от печи пойдем, печь засосала отсюда, откуда воздух попадет, так скажем, он будет сначала под полом, потом... Нет, смотри, Максим, у меня там, с той стороны, когда мы сейчас там были, я сказал, у меня там сделаны два-три отверстия, да? То есть, они заходят и будут выходить вот здесь вот, у меня сделана конвективная рубашка. Вот это вот одна, а вот это как за, вот за этим листом сделана также три сантиметра от ступка. Там сделана противопожарная разделка, длинные опилки и известь, и на сетку, да, то есть, чтобы там была вентиляция. И как раз вот этот воздух с того помещения, с того помещения заходит вот за это вот, вот за эту разделку. Он поднимается вверх и вот так вот тут будет он циркулировать и опускаться, да? И он будет забирать, грубо говоря, плохой тяжелый пар. Вот этот вот. И будет прокачивать туда через печку и уходить. Вот. Вот эти каналы, то есть, какой-то остаточный пар, когда вы только подаете, я специально еще тестировал с Александром Заказчиком, то есть, поддавали пар. Он вот так вот поднимается. Я ему сказал, давай сначала вот эти каналы сделаем так, чтобы она еще вот так вот уходила, то есть, вправо и влево. А эти каналы у нас будут вот четко сделаны по печи. Почему? Потому что у нас, когда весь массив прогревается, все тепло поднимается кверху, да? Ну, естественно, по физике он его будет толкать вот так вот. И тяжелый пар будет опускаться по этим стенам, опускаться под пол и уходить. То есть, пар горячий будет еще прогревать доски, полы. Полы, стены. Полы, да. То есть, чтобы прокачка была по всему периметру. Да, получается, кислород мы подали за печью, да? Да, за печью, да. И от печи нагрев, и пошел он вниз, опускается, и уже уходит. И уходит, да. Печь. То есть, и здесь полностью будет, должно не пахнуть ни потом, ничем, ни грязью, чтобы она постоянно, даже если люди попарились, ушли, и больше здесь никого нету, допустим, ни на следующий день. То есть, печь это все прокачивает, то есть, вот эту влажность ненужную будет убирать. Вот задача была сделана, чтобы, он говорит, я люблю париться, и я люблю лучи. Вот именно тепловые. Мне не нужно, чтобы, как там, подал пару, и сидишь там в шапках, там, и так далее, и тому подобное. Ну, и то есть, вот, получилась такая задача, чтобы ты зашел, сел, и просто посидел 10 минут без всякого парения, без поддавания пара, ты прогрелся лучами. Раз прогрелся, два прогрелся, ну, а потом там уже на вкус, там, кто любит, там, пожестче попариться, кто-то послабее, то есть, чтобы комфортно было всеми. Те, кто любит, по чуть послабее, сядут на, там, на нижние полки, кто-то там покрепче, там, на верхней. Ну, эффект получается, как баня в Ангарске, который устроили, да? Да, 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 здесь пара, здесь лучевое. Здесь лучевое, да, потому что вот заказчиком вот так вот, с Александром мы разговаривали, полки у него встанут вот так живут, то есть, это будет делать. Ну, он мне еще одну задачу здесь поставил, он хочет сюда еще гималайскую соль поставить, мне сказал, Алексей, думай, как нам ее сделать так, чтобы можно было, по ней пар прошелся, чтобы я мог иногда подышать и солью. Подсветка – это стиль, это, так скажем, выделение антуража, то, что вот здесь свет есть, там свет есть. Ну, да, здесь еще, если вы посмотрите, ну, внимательно, то есть, здесь что-то не хватает, здесь не хватает еще одного ряда. На самом деле мы остановили работы, потому что начались вот эти вот, все как-то быстро-быстро. Я хочу еще доделать один ряд сюда. Попаду, Алексей, можешь рассказать? Да. То есть, задумка какая-то была? Да, задумка была, то есть, когда, на самом деле, когда мы дошли до 13-го ряда, до 13-го, потом начался собираться 14-й ряд, я посмотрел, что печь будет высокая, высокая, и она, как бы, в одном стиле вся идет. Ну, и я вот здесь вот стоял, так что-то смотрю, думаю, ну, и так представляю, что она дальше вырасти, да, то печь, и думаю, стенка будет пустая. Стена сама, ну, и это было не запланировано, и также это было не запланировано. То есть, я стоял вот так вот, думал, думал, зашел, Александр, заказчик, ну, я говорю, Александр, давай, говорю, смотри, вот у тебя вот здесь вот есть вот такой вот элемент, первую плинтус идет, я говорю, давай вот сюда вот поставим рамочку, говорю, ну, так она, говорю, ни на что не влияет, ну, просто, он говорит, ну, а что, ну, давай, что-нибудь сделаем. А по задвижке, вот то, что она сверху, как удобно будет ей пользоваться? Смотри, мы разговаривали с заказчиком, да, то есть, я бы мог поставить ее с лицевой стороны, ну, и Александр, заказчик, говорит, давай, говорит, Алексей, не будем ставить, неохота лицо, как бы, печи портить, можно ее с другой стороны поставить? Я говорю, у меня есть только один выход поставить ее с этой стороны. Он говорит, меня это не напрягает, вообще не напрягает. То есть, говорит, когда будут полки здесь, все, человек достаточно рослый, да, он отсюда ее подходит, так достает, то есть, говорит, тут кроме меня никто пользоваться этим не будет. А это основная или это летняя? Нет, летняя, с той стороны, это на... А? Общая? Основная, да? Да, 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 это общая, да, и еще там наверху на трубе еще одна стоит. Тругу, чтобы погривать? Да, 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 то есть там у нас скуплены специалисты, специальным материалом, вон они в углу стоят, то есть, в самый верх трубы перекрывать. Главное, не забывать ее открывать. Да, он ее забыл, вот тут полный дым был, он взял, перекрыл ее. Вот, ребята, достал один элемент, это нефритовые плиты вот здесь. По просьбе заказчика, он попросил мне сделать вот здесь вот имитацию такую под дерево, то есть, броширование кирпича, тут с небольшими сучками, если вы там увидите. Это будет потом краситься и выделяться отдельно от всего массива, то есть, у него цвет будет другой. И по нефриту здесь сделана ниша, она встанет на бруски и получится, как под ней конвективный канал. И то есть, вот этот нефрит я буду шлифовать здесь на месте, не здесь, а на своем рабочем месте. Я вот шлифую, и он будет достаточно гладкий и блестящий. И я его положу вот сюда в нишу, то есть, он будет нагреваться, я его просто сюда ложил, он достаточно горячий и теплоемкий такой, от него тепло. Плюс, на него специально была задумана, вот сюда я хотел еще один свет поставить, сделать вот здесь вот. Ну, Саша говорит, одного хватит. И на самом деле, когда мы разложили вот этот нефрит вот здесь вот, на этой полочке, протерли его влажной тряпкой, он заблестел. И то есть, когда ты будешь сидеть на полку, то есть, сверху смотреть, вот этот свет, когда на него падает, он дает такой приятный для глаза свет, на самом деле. Ну, то есть, он так захотел, заказчик, ну, и пришлось выполнить его просьбу. Или-то можно сделать так? Я говорю, ну, давай сделаем. Сейчас мы находимся на улице, это как раз такое, как сказать, рабочее место, но в основном это работа на сухую, потому что зимой здесь тепло мужики не делали, то есть, здесь сухие работы все проводятся. То есть, сделан такой небольшой шалаш, чтобы пыль по участку не летела. Ну, и чтобы можно было творить чудеса. То есть, вот оснастки, получается, это плинтусник. Да, плинтусник стоит, этот сухорез, ну, скажем так, это фаскователь, фаски снимать. За счет, там еще есть один установку, выборку делать. На самом деле, не один, не одна болгарка здесь, их несколько, ну, тут одна чат лежит, она еще здесь не нужна. Ну, в смысле, одна нужна, по идее, их несколько штук. То есть, идет чашки разных диаметров, разных, ну, вот они, все висят. Такая, допустим, вот такие шашечки идут. То есть, смотрят, для чего? Обрабатывается кипич. Ну, вот, допустим, вот его нету, сейчас он сам станок стоит, выборку делать, допустим, вот. А здесь уже, ну, руками доводится, то есть, по-разному. Калибруется здесь же кипич, здесь же, здесь вот свет, на всякий, вот уже, зимой уже темно, как бы, как бы, да, она темнеет, да, она темнеет, хочется поработать, времени не хватает. Ну, вот, вот, кипич уже, ну, вот, на калибровку заготовленный. Ну, в принципе, тут все, ничего такого, как у всех, наверное. Ну, то есть, это быт, быт второй кабинет, так скажем, после пищи. Да, 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 все правильно. Ну, вот так и работает, то есть, это тоже надо понимать, что это пыль. Ну, я думаю, респираторы надеваете. Респираторы есть, обязательно маски специальные, все это. Сейчас они, правда, подорожали. Раньше за 7 тысяч покупали, сейчас 16 уже стоит. Ну, да. Да. Вот так и приходится трудиться. Ну, да. И еще хотелось сделать интересный факт, подметить, то, что вот здесь строят дома, а мужики строят печи в них. То есть, и после того, как они сделали строителю вот этих домов печи, то есть, теперь он будет в каждый свой дом, который будет новый ставить, рекомендовать их как мастеров. Уже, вот на примере соседнего дома, вот рядом дом, сними, Александр? Это баня. Это баня? Баня, баня будет. То есть, вот эта баня, там будет уже ставить ребята печь. Вот они уже разбирают ее. То есть, сейчас эту баню разбирают, перевозят на объект, где она будет стоять, и мужики там будут строить уже свою печь. То есть, это такой, так скажем, совет печникам, чтобы... Договор со строителями. Чтобы делали хорошо, и люди уже дальше советовали, рекомендовали их. А у них уже будет идти тандем, я думаю, в любой другой дом также будут рекомендовать ребят. Так что вот, пользуйтесь, я думаю, что это полезно видеть. Ну и вечером приятно посмотреть на Ленин, где-то такие бревна и закидывали, да.